Надеюсь, этот ролик мне потом никак в будущем не аукнется. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики. С вами снова я. Я по кличке Я. Что ж, этот день настал. Сегодня мы с вами будем препарировать квест, но квест с нюансом для моей карьеры. Нынешняя игра у нас сказочная, добрая и про зверушек. Милости прошу наблюдать. Фури-квест от создателей игры. У меня нет уст, но я должен орать. Наследуя землю в поисках сферы. Это замечательный квест, который по духу является идейным наследником взрослых историй про прохождение зверей, как, например, Ветер в Ивах, Дюймовочка или Life is Strange. Да, хоть игра и делалась для всех, ключевой акцент ставился именно на взрослости истории. Примитивную историю а-ля Жил-был Кротик, и ему нахакали на бошку делать не хотелось. Нет, тут скорее в духе истории а-ля у Кротика отжали хату, коллекторы. Навязали долговую кабалу и только потом уже накакали на бошку, дабы жизнь кефиром не казалась. Вообще разработка игры до ужаса и тоски типична. Была куча проблем, много чего вырезали, много чего изменили. Конфликты, траблы, малые продажи. Игра не окупилась. Без продолжения у игры не будет, разрабы в депрессии. Итоговая оценка в игре в прессе 9 из 10. Игру создала студия Дриверс Гилд. Да, те же, кто и сделал, у меня нет уст, чтобы орать. Но справедливости ради скажу, что к игре по творению Харлона Эльсона были привязаны еще и разрабы из CyberDreams. Да и креативные начальники были иные. А потому говорить, что игры делали одни и те же люди, конечно, сложновато. В случае разработки игры про Зверуши главбашкой был Дэвид Таллин Джойнер, который нехило так запарился контент ради, а именно задействовал различных писателей книг игр, разработал концепцию мира, навалил множество юморесок и позвал... И позвал несколько художников из фури-сообщества, дабы оформить реалистичный дизайн персонажей, которые теории могли бы существовать в реальной жизни. Правда, еще Дэвид Джойнер хотел сделать игру более взрослой и даже, возможно, с рейтинга 18+, но за такие приколдесы ему издатель немного шинки подспустил. И за это он, конечно же, раз в сто впал депрессию, орал мол, аааааааа, цензура. Продукт вышел не таким, каким он его изначально видел, но спустя несколько лет все же признал, что игра получилась годной и причин для депрессии нет. Everything кончилось немного better, чем он inspected. Что ж, я за него, конечно, рад, однако же, годная игра на деле или нет, нам еще предстоит с вами. Это че я писю, ну игра реально классная и интересная, так что наливайте себе жрать и кладите поесть. Мы начинаем. Но сначала, эй, пст, не желаешь себе заиметь няшных милашек, которые помогут тебе сподриться холодным одинаким вечером? Тогда тебе стоит заиметь имба-энерджи! Если кто, как обычно, мимо кассы головой, имба-энерджи это первый в РФ и СНГ быстро растворимый энергетик для геймеров и любителей человека-бензопилы, то есть для максимально утонченных ценителей прекрасного и няшного. Кстати, в каждой баночке находится целых 18 порций напитка, а это 6,3 литра энергетика! Хватит надолго! Каждый день на сайте имба вы можете поймать скидку на некоторые вкусы с обновленным составом. Скидка на них ограничена по времени и не задерживается на сайте больше двух дней. И если ты прямо сейчас не пойдешь и не купишь, то лошпендусом будешь, поэтому стоит поторопиться. Из всех этих замечательных вкусов мне сейчас больше всего по душе мандарин, ибо я всегда любил мандаринки за их приятные тактильные ощущения, а потому напиток этот прям бархатный, да еще и по такому шелковому скидоську. Короче, советую все попробовать и опробовать, забалдеть, а потом заказать по новой, слишком вкусно и бодрящей, а потому выбора нет, от хорошей жизни не отказываются. А для вас, ребятки, я выбил уникальное предложение, при покупке от трех вкусов вы получите четвертый совершенно бесплатно, просто воспользуйтесь моим промокодом и заберите один из топовых вкусов. Сочные девочки ждут, когда ты заберешь их себе под бачок, а потому гоу по ссылочке под роликом и затаривайся имбой прямо сейчас. Игра начинается с предыстории, а конкретно со слов некого мудрого крысича. Его слова дают примерно понять суть данного мира, и как вообще так вышло, что игра про крысичей, а не про человеков, которые чет выглядят как Дик Джонсон из Рыбокопа. Да, животные обожествляют людей, но обожествляют не потому, что люди молодцы, а потому, что людей более нет. Животные не знают, что с ними стало, и уже не помнят, какими они были, а потому уверены, что это некие великие существа, которые дали им возможность жить, мыслить и радоваться существованию. По лору Игры и со слов создателя, людей истребила некая лютая болезнь, охватившая планету. Истребила до такой степени, что небольшая группа людей, но не базируется на Луне. Да, ровно как и в квесте от Харлана Эллисона, я реально думал, что это такая хитрая отсылка друг на друга, но на деле обоссался, и это не так. Животные, конечно же, про лунные базы не знают, а потом им остается лишь философствовать и задаваться вопросами. И теперь мы видим в небе, в земле и в воде, которые мы ищем, и мы спрашиваем, почему они живут? Они живут еще в стены, в океанах, в океанах, в океанах? Мы спрашиваем, был их фейт хорошим или плохим? И мы ищем, и мы также спрашиваем же фейт один день. Красота! Прекрасный писькиль арта, ламповая музыка, наблюдаются деревянные домики и ярмарка. Плавное действие переходит к нашему главному герою. Вокруг сидят другие зверлюди, а точнее морфы, и наблюдают за тем, как Крисич попускает некого лиса в тамошнем аналоге карточной игры Берсерк. Знакомьтесь, это Риф. Лис разумист. Да, главный герой это гуманоидный прямоходящий Флинн Флайт Агарт. Дил бы за этим. Москва. Солнится! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этом моменте наш DoomSpotify подумал, ну хуже уже не будет, как вдруг случилось хуже. Пришли олени. Субтитры создавал DimaTorzok На этом моменте Тиджой снова подумал, но теперь это хуже уже точно не будет, как вдруг случилось еще хуже. Пришли кабаны. Субтитры создавал DimaTorzok И тут я, пожалуй, поставлю паузу и чутка поясню за происходящий движ. Была украдена сфера штормов. Это особый артефакт, который способен предугадывать, когда будут идти дожди. Сфера эта хранилась в особой мести и по факту принадлежала всему звериному народу, прямо как чужие жены при коммунизме. Хранители сферы всегда вовсе услышно заявляли о результатах предсказаний, а звериные жители пользовались этим в своих целях, например, для приумножения результата урожая или для балдежных кабанячих грязевых ванн. Ныне же сферу кто-то втихарину присвоил себе. Субтитры создавал DimaTorzok Бах! Если бы мы хотели бы украден, мы бы просто встали в больно и убили его. Нет, Элк, мы не хранители. Мы не храним и убираем, как и фокс. Эй! Смешно! Или есть что-то, что вы хотите сказать? Смешно, что фокси не всегда убирают. Некоторые из нас никогда не убирают ничего. Смешно, фокси. Скажи нам, где вы были на сегодняшний вечер, только после солнца. Я встал в лесу ночью, на дороге сюда. И я думаю, что кто-то увидел тебя и может подтвердить это? Я могу. Я была с ним всюду. Ну, и как вы можете подметить, плавно бокование устремляется в сторону лиса, ибо стереотипно все лисы хитрые. На обвинение лису ответить, разумеется, нечем, а животинки же потихоньку начинают бугуртить между собой. Все это приводит к тому, что олени решают взять под стражу единственного подозреваемого, лиса, в связи с доказательствами в виде расизма. И вот вроде бы все. Хана. Но неожиданно случается неожиданное умозаключение. Хитро это. Писю к носу подтянул. Именно таким макаром наш рыжий тургалек становится главным героем данной игры. И его задача — найти сферу штормов. Вы, конечно, подумаете, что звери слишком тупорылы, раз доверили главному подозреваемому расследовать свое собственное преступление. И оно неудивительно. Вы только посмотрите на эти лица. Это же натуральные почетные выпускники Юрфака. Но неожиданно финт ушами все же был оформлен. Окей, увидимся тогда. Давай, Рин. Однако, чтобы осуществить, чтобы вы вернули, я отправлю один из моих вооружений вместе с вами. Лето. Иа, пожалуйста, стоп вперед. Лето. Иа, вы будете присоединить их на их quest. Адем их где-то и когда вы сможете. Но если они пытаются избежать, или не вернули, твои ордеры будут использовать все необходимые силы нужны, чтобы вернули их к нам. Это правильно, Лето? Да, мой капитан. Ну и плюсом для драмы капитан Кабанчик взял в заложник Кирин, девушку Рифа. Но чисто, чтобы жизнь медом не казалась. Вам сворстка были легче. И все. Затравка закончилась, а приключения же, наоборот, начинаются. Как вы могли заметить, эта игра является квестом. Главный герой может срежать разные действия, трогать, использовать, болтать и т.д. По классике все. А еще герой может ходить. Может ходить по экрану, с видом сбоку, по небольшой локации, иногда с видом сверху, по локации побольше, а иногда ходит по вообще жесть большой карте, а сама такой маленький, прямо размером с тараканью письку. Ну и в целом про геймплей на этом все. Никаких откровений, никаких инноваций. Короче, игра говно, конец видео, до свидания. Ты напусти, подпишись, меня богаче сделай. Остальной мой рассказ будет акцентироваться на сюжете и разных головоломках, вот там есть что обсудить. Ныне лисы товарищи вольны делать, что им вздумается в рамках расследования и небольшой карты обитания животного сообщества. На данный момент ребята находятся на увеселительной ярмарке, которую поспешно закрыли из-за кражи сферы. Гостей сейчас мало, те, что остались злые, негативны, а веселью места так вовсе нет. Что ж, давайте пойдем до опроса местных жителей, не знаю, как вы, а я настроен очень позитивно. А можно не так агрессивно, пожалуйста? Ой, а рожь-то скукурузил. Это очень трудно. Кто скукунулся? Давайте посмотрим. Я думаю, что это был... ...эй-й-й. Эй-й-й-й? Да, если вы найдете л-й-й, вы найдете человека, который скукунулся. Орб! Где ты вчера вечером, просто после ночи? Где я был и что я делал, это никак не с твоим бизнесом! Что ты знаешь о Орбе Сторм? Орбов! Я знаю, что оно стало. Я просто не знаю с кем. Я уверен, что это было о том, что ты говоришь. Я не сказал, что было о том, что было о том. Ты было. Орбов? Орбов! 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 Ну, короче, вы поняли. Занятие это не очень изи-пизи для лисизи. Инфу из речи местных обывателей, наши мохнатые шерлок-звери, вытягивают с трудом. Инфа от челиков давится не легче полюции. Кто-то злой, кто-то тупой, а кто-то так и вовсе говорит только после угроз со стороны кабанчика. Извините, мой друг, мы можем спросить вам какие-то вопросы? Время – деньги, мой друг. Если вы хотите одного, то это будет стоить другим. Может быть, держать голову в вашем теле, имеет какой-то цене для вас? Да, это точно. Мы сломаем тебе жизнь. Самое забавное, это то, что вороватая выдра вполне честно говорит, что обычная работяга вор воровать сферу не стал бы, ибо ее сбыть незаметно будет очень сложно. Скорее всего, забором стоят могущественные силы, а это значит, что дело максимально сильно пахнет немытым палестинцем. Ну, это хотя бы что-то. Еще на этой ярмарке имеется кошачья гадалка, нагадавшая нашему герою ведро пота и пут говна, да ласково предложившая вкусить ее мохнатые ягодицы. А вдруг лист согласился бы на перепихушки, лицо лисицей представили? Ни до чего уж тут представлять, разрабы открыто заявляли, что мол, да, эротический эпизод изначально тут присутствовал, но его вырезали по требованию издателя, ибо игра так-то делалась для детей, а не для озабоченных дефективных извращенцев, которых пригласили, дабы они оформили дизайн персонажам этой игры. По идее на этом все, но член там до маленька, нашитый товарищ заскакивает на огонек в местный обменный пункт, заведует там достаточно вредная личность. Добрый день! Добрый день! Я спросил... Если я смогу обращать твоя церковь, то что будет вашу приятность? Мы собираем информацию. Мы исследуем о появлении отоплений от Орбов Сторм. Так? Вы, кто уничтожил тюрьму! Поехали! Я ничего не говорю тебе! Тогда у тебя нет знания о появлении отоплений от Орбов? Я нет знания о ничего. Теперь оставь меня alone! Товарищ Кроток, та еще жадная тварь, которому вор попортил малину. А поскольку вором считается лис, то Крот просто шлет рыжего в республику Гузнастан. В итоге наши ребята мало того, что уходят ни с чем, так еще и Крот разводит рыжего олуха на продажу призового серебряного метальона. С такой ублюдской сделки даже кабан офигел. 15 – это мой финальный отоплений. Добавь его или оставь его. Почему ты? Держи его от меня, или ты не сможешь получить. Ну а как ты хотел? Все по чесноку? И по идее на этом ярмарку герои покидают навсегда. Ну как бы еще можно вернуться, но смысла в этом более не будет. Следующей целью является то самое святилище, из которого сферу и украли. Герои решают наведаться туда, да осмотреть место преступления. Хе, ну и компашка конечно. До сих пор не могу поверить, что ныне у Лиса в напарниках интеллигентный эльф лось и брутальный бытло кабана дворфа викинг. Господи, надеюсь по нему нет рула 34 нет. Я проверил, рула 34 нет. Фуф, вера в человечество еще не потеряна до конца. Само святилище окружено небольшим поселением, в котором живут скромные тяночки-послушницы. Прямо таки Иваново для фанатов Зверополиса. А вот и само святилище. Святилище их встречает хранительница Элара, но моментально же прокручивает их за мошонку, ибо не верят, что они реально расследуют дело. По лицу Рейфа видно, что с такого тотального несодействия делу от окружающих он уже конкретно едет кукухой. И Лара требует с него личное подтверждение их добрых намерений в виде некого дара от лосиного короля. И пока этого дара не будет, чтоб многие их в этом месте не было, все понятно. Делаем выводы, про себя ругаем эту бабу, но все равно по-братски надеемся, что с ней нет рула 34. По идее сейчас надо идти к королю рогатых, но я решил положить болт и осмотреть местные окрестности. Одним из этих замечательных мест оказалось поселение Харьков, если быть точнее, очень работящих Харьков. Саундтрек в этой местности, да и как во всей остальной игре, мега хорош. Средневековые нотки в формате миди-произведений струячит по нотам души нежными пальцами 40-летнего композитора из 90-х. Ох, ну да вернемся к Харькам. Работяги буквально постоянно что-то ходят, делают, куда-то что-то несут, а еще тут есть стекольщик, который нам походу очень скоро понадобится, и торговец всяким говном. Нынешних денег у рыжего болта захватает только на мешок гипса, который походу тоже очень скоро понадобится. Что ж, может хоть в этот раз Лису удастся торговаться на нормальную цену. 15 кредитов, а? Только достаточно для пласта. Как это звучит? Одна пласта прямо вверх! Красава Лис, по факту обменял серебряный медальон на мешок щебетки. Уровень экономического образования наравне с троллями из Арксаталица и коренными жителями каких угодно стран, которые обменяли свои богатства на всякую дресню с Алиэкспресс. Деревню Харьков покинули, вот вроде бы надо идти к королю рогатых, но мы снова забиваем на это болт из культовой еврейской игры Метро-2023. Следующим делом решается посетить логово крыс, которые многим недолюбуются, но по факту является одним из умнейших плюс мудрейших, и сейчас вы поймете почему. День для вас. 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 Мы нужны информации. Какой тип информации? Здесь что, собака сдохла? Этот мудрый крыс стражит вход в крысиное обиталище и особо никого не пускает. Однако же охотно отвечает на вопрос и даже поясняет, что крысы одни из древнейших раз, ибо люди их первыми, так сказать, заморфили. День для вас. День для вас. Избирали, конечно, не зажигаются. Мы не всема судьба. Мы помогаем своим экспериментам, на какой-то уровень. Субтитры делал DimaTorzok А потом с благодарностью вспоминают о пропавшей людской расе Блин, а некоторым категориям людей есть чему у этих хвостатых-то поучиться, хазыз Мне-то, по крайней мере, точно, ибо он буквально описал мою деятельность по созданию роликов Далее беседа приходит к тому, что Лис осознаёт Крысы максимально разумисты, а потом было бы очень полезно встретиться с их лидером Очевидно, Крысич отказывает, и тут вступает в дело так называемый Джолик оперативный финт ушами Мы хотим сделать приглашение Очень хорошо, тогда. Какой же ты? Меня зовут Риф, из Фокс-трибе Риф, из Фокс-трибе, и ты? Это кто ты, из Фокс-трибе? Риф, из Фокс-трибе Ты кто? Нет, я знаю Нет, нет, кто ты? Это я Ты? Кто ты? Кто ты? Я дверь, кто ты? Кто ты? Я сказал, я дверь, кто ты? Кто ты? Я дверь, кто ты? Я дверь, кто он, кто который? Я дверь, кто это это Да制ily Что? Это мой рноeping Что это? Кто? Какойidos Что ты его едином? Да, я сердце Ты района Ты ты? Кто ты? Кто ты? Я дверь, кто ты? Иногда, как раз ты? Да, яしょう Ты Collect carefully Крысич вязнет в диагеновских диалогах, а наш лис по имени Риф таки в плаще проникает в крысиную базу. И наконец-то я в кои-то веке пожалуюсь на что-то в этой игре. Короче, крысиная база — сраный лабиринт, на который я угрохал очень много времени и не получил никакого удовольствия вот вообще. Я входил во всякие комнаты, какие-то библиотеки, даже увидел некую дверь с надписью «Карантин», которая по факту ничего не значит для сюжета. А ещё посетил комнату, в которой изначально была защита от пиратств, где с игрока требовали ответить на секретный вопрос из инструкции. Из кого получаются самые лучшие проститутки? Из каджеток? Проходи, брат. Благо через пот, слёзы и геморроидальные узлы я смог отыскать комнату главку Русюка. Такое ощущение, будто я не за лис и играла за хомячка, который пытался выбраться из лаженного блудилища румынской проститутки. Мудрого крысюка зовут Сист, и он в истории рыжего авантюриста играет роль мудрого советника, готового оказать любую помощь. Мои друзья и я исследуем отсутствие орбов стомбов. Мы в последнее время, где начать. Да, он окажет любую помощь, если будут какие-то улики, а пока что хрен нам да маленько. А потом снова лис возвращается назад к выходу через этот драный крыси на лабиринт. Господи, надеюсь, к нему наведаться придётся нечасто, а то у меня седальщик просто сгорит в адском пламени. А теперь, наконец-то, мы двигаем к королю сахатах. Ух, параба! Рогатый со своей свиты расположился в лесу и просто сидит. Да, у рогатых может быть есть королевство и даже целый город, но нам этого не показали. А потому создаётся ощущение, что король лось и его свита буквально просто бомжуют в лесу. Ой, а лицо-то такое серьёзное, будто каждый день вынужден срать вкус с морожкой. Король выслушивает этих троих и соглашается дать им особое золотое яблоко, которое докажет кошке и ладе, что наше пушистое следствие вели в натуре чёткое-че-чёткое. А ещё лосяр предполагает, что сферу на деле скоммуниздили кабаны. К кабанчику мы ещё нанаведываемся и, возможно, многое для себя откроем, но пока что давайте сгоняем на место преступления. Лара принимает знак от короля и допускает лиса и товарищей до места преступления. Да, изначально я думал, что место преступления это этот сраный храм, но на деле это некий парк с деревьями. Через который грабитель и шёл к сфере сраной. Ну что ж, я израильский кукош, давайте глянем, чё почём хоккей с мячом. С первого раза хрен поймёшь, что тут мы должны заметить, но неожиданно обнаруживается улика. Та-да-дам! Некие следы найдены и ягодки, которые, видимо, с собой носил борюга за место ИРП. Ну, тут всё элементарно. По идее, надо взять тут ведро, зачерпнуть воды и смешать вместе с нашим гипсом. И наструячить данную смесь в отпечаток лапы преступника. Всё! Тут можно спокойно всё отнести к красюку мудрому, но я вместо этого почему-то решил пойти в гости к кабанам. Я хз, чем я руководствовался, вот такой я шалопай Геннадьевич. Все герои на месте. Замок внушительный, странный плюс страшный. Всюду черепа. Небо серое, а пейзаж скучно серый. И сразу видно, живут здесь бэдлойды. Герой думает, захуй, они вообще сюда пришли. Тот же Элк заявляет, хе, кабаны кретины, а идея говно. Кабан Ок это слышит и, в принципе, соглашается. Лис в шоке. Лис в шоке. Жопастенький нахлюк оказался алкоголиком и потенциальным тотемным животным многих зрителей. Ну да ладно. Давайте входить, слэш, проникать. Вот прям с первых музыкальных нот становится понятно, что эти двое силиковские бэдланы с низким IQ и такой же социальной ответственностью. Все-таки музыкальный саундтрек как композитор здесь тот еще маэстро. Эй! Лису приходится в очередной раз применить смекалочку. Продолжение следует... Пожалуйста, не сделайте мне в front of the Boar King и запомнивать мою преступление. Но... Пожалуйста, не сделайте мне в его дворец. Вы так сильны и я так weak. Как я боюсь, я боюсь Бор King еще больше. Пожалуйста! Что вы... Пожалуйста, Sergeant Ock. Не двигайся так сильно. Рыжа Абдуалова, чинный раз маясь. Мастерский обвел вокруг письки бедных работяг. К самому королю лис идет один, ибо лосью дадут по роже, а кабанчик Ock просто цикует. И оно неудивительно, ибо в тех же коридорах уже жутковатенько и дискомфорт ощущается весьма жирненько. Пожалуйста, я хочу быть задреслено в сторону. Спасибо, Вяческая Матерская. Я пришел к вопросу вашей индульгенции. Я сказал, что я хочу быть задреслено в сторону. Вы можете задресить меня... ...хот. Царь Кабаныч моментально показал характер и попустил лиса. Рифа ничего не остается, кроме как скукожить моську тут и тут, да подчиниться. Моментально после этого начинает унижаться и просить его подругу, взятую в заложники, но царь Свинья с этого только рофлет, ибо... Ну, он Свинья. Что вы сейчас свиньи-то ожидали? В итоге лис левает ни с чем, а Свин подозрительно зубы сушит в ехидном хмылке. Лис расстроен и выходит. Очищается от говна и грязи и внезапно находит волчье колечко на своем пальце. Ну, это лучше, чем ничего. Что ж, ладно. Думаете, самое то было бы пойти к крысичу? И да, лису придется идти сквозь тешек, красивый лабиринт, туда-обратно, туда-обратно. Лис является крысичу, предъявляет ему ягоды, след преступника и даже кольцо волчары. Тот, недолго думая, заявляет, что ягоды являются крышовником, а след никого иного, как енота. И в общем, енот, судя по ягодкам, вообще не из этих краев. А потому, походу, нашим героям придется двигать в так называемые дикие земли, где цивилизованных животных гораздо меньше, а главествуют в основном дикие племена. Но на этом инфа не кончается, ибо обращается внимание на колечко. Да, жесть. Дело максимально усложняется, а потому надо торопиться, иначе какой-то шмикиздец случится. Но раз такая пьянка, я иду в еще не исследованную точку, и иду очень даже не зря, ибо вы только посмотрите на эту красоту. Вот смотрю на это, балдею, ловлю кайф от визуала и музыки, а потом вспоминаю, что разрыв потом сделали, у меня нет рта, чтобы кричать, и че-то кеков ловлю. В этом прекрасном месте живет никто иной, как картограф, и с ним наша мохнатая братва сейчас познакомится. Картограф — это докич. Его работа приносит ему абсолютную радость, ибо пользуется он человеческой подзорной трубой. Он, конечно, не в курсах, что это называется подзорная труба, а потом он называет ее по-своему. И конкретно тут, дорогие мои друзья, начинается дурка. Конкретно от этого докича нашим ребятам нужна карта диких земель. Лис прознает, что у пса треснуло стекло от подзорной трубы, а потому он предлагает псу бартера. Риф каким-то макаром чинит стеклышко, а взамен получает карту. И, ну, короче, поехали. Сначала банда мохнатых идет к стеклодуву в деревне Хайдков с просьбой починить или сделать такой же стеклянный кругляшочек. Ты шо, дурак? А-а-а, ложа. Ну ладно. Харюк заявляет, что у них имеется некто, знающий абсолютно все. И если их глава по имени Сака... Извините. Если их глава по имени Сака не поможет, то этот некто точно подсказку даст. И сейчас нам надо пойти в ложу, но я так и не понял, куда надо идти. А потому долгое время чисто, как слепой котенок, лупался во все двери и во все уголки карты. В конечном счете я нашел дверь в ложу, но легче от этого не стало. Но ты тут собрались, вот эти ребята в гугл-угл из Сака. Ну и Сака помочь никак не поможет, ибо вообще хз насчет технологии создания данной стеклянной штуки. А потом надо обратиться к знающим абсолютно все, но вот беда. Лис не является членом ложи, а потом ему надо пройти испытание. Ой, нет, только не опять. На самом деле тут все немного легче. Надо всего лишь решить тонограмму, а точнее поставить все рисуночки на место. Дабы все стояло тик в тик и строило из себя полноценную картиночку. И это на самом деле не особо сложно и даже очень весело. Прикольная такая гимнастика для серого вещества. Тем более мне это напомнило мои стримы, где я пытаюсь что-то сделать, но все время тут-то-то там лезут работяги с подсказками. Эй, Фокс, would you like a hint? Guys, this is supposed to be a test. Would you like some help? Come on, fellas, that's not in the rules. Check each new corner and any new sign for pieces that fit. I would have done this differently, you know. Ну да, я тебе из всех гайдеров так и буду называть ХОРЁК. Короче, головоломка решается с рофлом и удовольствием, и тут же случается открытие. Оказывается, что некая знающая абсолютно все является сферой. Вау, в этом замечательном мире сфер гораздо больше, чем одна штука. Об этом, кстати, говорил и гадалка, подмечая, что сферы далеко не то, чем кажутся. Что ж, давайте познакомимся с данной сферой поближе. И, думаю, с первых слов, произнесенные данной сферой, вы поняли, что она из себя представляет. Это некий компьютер, созданный людьми. Возможно, кстати, на AMD. Что? Звери не ведают, что по факту перед ними находится некая сфера справочника, в котором представили себя некий убер-пупер-компьютер-википедию. Сейчас они пытаются добиться от сферы Итвы, как сделать такой же стеклышку, но сфера не понимает, ибо звери не оперируют человеческими формулировками, понятными в машине. Что больше информации does Little Ball need? Да, походу придется топать снова к мудрому крысяку. Опять эти сраные лабиринты крысины, да чтоб я еще раз сюда... Ой, как хорошо. Классно, будем знать. И опять назад струящить из лабиринта. Крюч, забить. Рассказываем хоть как, что да как, а потом уже и о сфере. Наконец становится понятно, как крафтить линзу, но и снова зубы лис обламываются на каком-то стрёмном косяке. Линзу надо отполировать, но очком это не сделаешь, а нужного материала нет. Со слов, в сфере можно использовать красную глину, но в здешних краях данная субстанция отсутствует. Ребята оказываются в тупичке. Понятно, плюс антиноп. Теперь нашим героям надо чапать снова замок царя свиньи. Замешатель, на самом деле, оказывается даже сам свиняк-поросяк. Ребята, это Фаркс, Риф. Он просит у вас субстанцией. Фаркс? Он просто не учится, да? Очень хорошо. Позвольте его, он будет мучить меня. Ребята, милая, 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 милая? Лиз заболтал свина криворечивым и таки получил знатную порцию красной глины с примесью фекалий и мочи. Именно с этой глины удается доделать линзу. Лиз благодарен хорькам, а те и рады заняться чем-то новым, да подчеркнуть годные знания. Да, теперь хорьки будут чилить, а вот наша группа компания не до отдыха. Песич уже ждет с готовой картой. Лиз вручает линзу, а Догич неожиданно подмечает, что некий енот заходил к нему за картой. Он прознал про то, что Песич делает карту Дихих земель для неких сыщиков и даже специально для Догища от души и сердца показал некие лайфхаки, где можно срезать и как. Вот падла. Что ж, на этом потихоньку кончается первый эпизод данной истории. Ребята готовятся идти в путь. Тут же неожиданно к ним подскакивает кабанчиком крольчиха и передает письмо от кошки Илары, смотрительницы святилища сферы ветров. Найти некую Аламу, да как два пальца обоссать. Лиз парень башковитый, лось благородный кабан-алкаш. Эти трое справятся с любой проблемой. Ныне можно поглядеть карту и примерно понять, куда двигать. А двигать надо на север, увы, мгновенно случаются преграды в виде замка Собакевичей, чьи хозяева решают, кого пускать, а кого нет. Что ж, давайте попробуем пройти, что может пойти не так. Друзьяшки мои, готовьтесь морально. Начинается в очередной раз дурка. Собачий принц решает взимать плату за проход. Если же денег нет, то можно оплатить иначе. Нет, не на торе. Надо развлечь принца. И нет, не на торе. И если будет весело, то вас пропустят. Я многочислен. Мне нужно iPhoneظ. О так, легкутин. Я сделню что-то. Надо происходить воandid 죽ицы. Может ты мне поставилornами иVery идея обратно? Не, не. Сегодня я чувствую как... howling. Я не eighty blanc, ну потому насколько ч art? Господи, вы только посмотрите на эту Харю. Его лицо такое, будто он увидел типичный ролик с красивой тяночкой, у которого спустя некоторое время выскакивает с под юбки огромный увесистый нюанс. Лис предстает перед принцем и пытается всячески петросянить перед ним. Внезапно псина Сутула оказывает с тем еще Тротенбергом, услышавшим все виды анекдотов и всех параллельных вселенной, а потому лисы и товарищи не пропускают, а даже попускают. Тротенбергом петрося в петро с водополемом. Я знаю, я говорила с водополем. Это очень старая история, я боюсь, что вы должны делать лучше, чем это. Да, ну, ладно, вот это. Внезапно петрося в петро, когда он встает в петро, и выстрел в петро петро. И в петро говорит, что, да, и они так много любят, сегодня мы идем на петро. Девушки отдыхают... И вот так плавно Евротур Махнатор перетекает в местный обезьянник. Прекрасно. В данной тюрьме за ребятами поглядывает местный тюремщик, который на удивление оказывается дружелюбным догичем. Именно с его помощью Лис пробует выбраться отсюда, а именно требует себе еды и ложку. Хавку Лис съедает и подмечает, что на вкус она как говно какое-то, а с помощью ложки чутка делает доступна возможность вытащить местный трухлявый камень в стене. Втроем ребята вырывают камень и обнаружат, что вылезти смогет только рыжий. И тут по идее все. Свобода. Но хрен там бегал. Оказывается все это было планом принца и ныне наш рыжий дурачок в лабиринте, где на потеху псинам пытается выбраться. Тут кстати даже есть местный дракон, мешающий нашему герою. И тут я пожалуй снова позлюся, молясь. Помните я матерился на крыси на лабиринт? Так вот этот лабиринт десятки раз хуже, его больше, сложнее. Да и проглятый аргарианин сталкерит меня только так. И еще этот монотонный угнетающий музон на заднем плане. Провел тут времени много. И время это было не веселым, не рофильным и не фаним. Тупорыл и псини на потеху я тут ползал жопой кверху. Убыт я конечно же нашел, но осадочек остался в душеньке моей. Фух, все свободен. Идем в дикие земли, а там глядишь на него способ освободить наших камрадов. Лис в своем пути натыкается на огромный шторм и аж охает. Печально, да, но вот лично я прям забалдел с данным визуалом и звукового сопровождения. Меня всегда восхищают подобные моменты, ибо удивляюсь, как-то разрабам удавалось достигать каких-то интересных решений. Неважно визуальных или геймплейных, тех условий, в которых они находились. Все-таки во многом ребята были очень ограничены, а потому данная красота делалась всегда не благодаря, а вопреки потрясающей. Я бы даже сказал, фуссинейтинг. Дикие земли пред нами. Ходить туда-сюда по гарте придется чаще, но это уже не беда. Лабиринт пройден и хуже уже не будет. В первую очередь наш лист натыкается на некий прекрасный домик. Его удача. Это домик той самой сестры Илары, которую зовут Алама. Письмо она получать отказывается, а потому от нечего делать приходится уходить, бронить дальше. Вот наш герой натыкается на карьер и очень красивую шахту, полную богатых камешков. Один, кстати, даже можно было бы взять, но у нашего Лиса сил, как у Фимбоя. А вот и наш герой внезапно натыкается на некое племя кошек. Это должно быть достаточно простым. Где я еще могу стоять, кроме где-то я. Я не впечатляю от ваших ответов клевых. Я здесь отказую вас... Моя пряжа. Это время. Что? Ведите, ведите! Я ваша пряжа. Можете меня. Можете меня в квартиры. Как видите, снова пущено, слэш опущено, вход с смекалочкой в перемешку с грязноречием. Слово за слово, Элис становится предкошачьей вождиней провой. Крайли оказывается адекватный, потому не пускает Лиса на люля-кебаб. Ему представляют место для сна и сранья. Возможно, тут тоже был эротический момент, ну да ладно. И вроде бы все ничего, но тут Лис узнает от одного из котофеечей, что у вождиней есть дочь Мюрф. И короче, она недавно попала в передрягу в горах, получила травму и сейчас мечется в белой горячке между жизнью и новоурингоем. Естественно, после крепкого сна в кошачьей лежанке, Дифф предлагает кошечке свою помощь. Честность ради скажу, когда показали, как бедняжка мечется в муках, меня аж немного передернуло. Грустно чё-то прям. После такого Лис попробовал снова пойти к Аллами, и вы не поверите, оказывается, надо было попробовать несколько раз протестнуть письмо под дверь, чтобы бабище кончилось терпение и она таки впустила рыжего. Грустно чё-то, давай, попробуй выбрать эту письмо сейчас. Упс! Эта письмо из Илара. Почему, это было лет назад, когда я услышала от нее. Я думаю, что она еще была в том, что санктуария. Она всегда любила эту худоу. Да, в факте, она... Но что с тобой? Что с тобой? Серьезно, ты не пришла туда, чтобы дать мне эту письмо, да? Нет, мэр. Я на пути к... Где мои манерсы? Вы хотите что-то кушать? Вы думаете, что ты должен быть half-старван. Вы приходите и мне все о себе, когда я собираюсь у нас небольшой письмо. Очень хорошо. И сидите прямо. Как вы можете понять, кошка-бабка по натуре душевная. Лис затерни из-за своих приключений, а та и рада помочь. В особенности она рада в исцелении дочки кошки-вождине. Я и сама, су-юрода, терапевт. Короче, лису надо насобирать разных ингредиентов, да найти нитку с иголкой. Что ж, путь-дорогу тогда. На карте имеется множество точек для изучения. В одной из таких точек наш герой неожиданно наткнулся на интересную личность. Продолжение следует... Этот умилительнейший мышь-торговец еще не раз нам встретится. На удачу нам он торгует разными полезными вещами, среди которых как раз-таки имеется иголка и нитки. Музыка вовремя ступанулась, ибо это не мышь-торговец, а мышь-ка аферист. Он очень удачно решает обменять золотое волчье кольцо на иголку и нитки, считая это очень справедливым обменом. Ну ты и мышь, конечно. Да он еще и издевается. А вот ингредиенты для лекарства в виде меда и кошачьей мяты, на счастье бабла не требуют. Пчел отпугиваем дымом и забираем драгоценный мед, а травушку находим рядом с речкой. Речка, кстати, очень чистая, ибо людей давно уже нет. И слава богу. Ну вот и все. Баба с рака делает вкусное народное средство, а лис же довольно идет зашивать рану и поить шмурдяком. The salve has been applied and the wound sewn shut. I think she'll be fine. The medicine should take effect soon. Mother. Mother? Is that you? Yes. Oh, yes, Merp. At last we'll have a reason to celebrate in the village after so long. Запрети мне ходить в Редане, в нем я паук, в нем все меня боятся, все, все. Your people certainly know how to celebrate, Прауа. Of course. It's because my daughter Merp shall live. Все радостные, дочь вождей жива, пляска, рофлы и бесконечные благодарности. Возможно, даже был эротический эпизод. Рив решает воспользоваться ловкими кошаками и просит их подложить жрачку псам снотворное, дабы усыпить весь замок. Рив же на крысчек проникает внутрь. Нас ждет очередной лабиринт, где мы хрен знаем, куда идти и зачем. Класс! I think when sleeping he shows the best side of his personality. А, лежит, падла, сутула, дрыхнет. Пусть ему приснится, как он сажал какую-то дресню на улице, а потом месяца два глистов выводил всякими невкусными и горькими суспензиями. Ключ от тюрьмы взят. Время освобождать братишек. Помню, по малолетке с друзьями брал пивко Доктор Дизель и Секси Лайм, и мы играли на чирики в покер. От этих посиделок, к примеру, такой же ауры азартной игре отдает, кстати. О, а вот и товарищи. А, представьте, если бы по сюжету лис дропнул бы их и не вернулся. Лица свиньи и лосяша имугинировали? Ну ладно, надо валить отсюда. Кстати, выйти отсюда у меня с первого раза не вышло, так что... Все, ура! Да, валим отсюда, наконец-то, движемся далее по сюжету. И в первую очередь, я жадной жопкой иду в шахты, дам налутать тот самый драгоценный камень, который лис не смог заумнить водняру. Allow me to try. Ставь плюс в чат, если хочешь, чтобы какая-нибудь тянка тебе так же отбила бы твой причиндал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Gentlemen, gentlemen, allow me to make a suggestion. You, Fox, are a fine puzzle solver and possess a quick wit. Fine attributes, to be sure. And you, Elk, are a fine archer and noble warrior. These, too, are enviable skills. However, when you need brute strength and pure power... Just say, Ock. Ха-ха-ха! Не, ну габан, конечно, тип базированный плюс лютый. Такой и в огонь, и в воду, и в ПТУ на сварщиках. А тут, походу, так окошко-тяночка получила травму. Благо у роботяка есть веревка, а потом все удачно переходят и подходят к финалу второй части игры. Кстати, если не двигаться дальше, а ходить туда-сюда, куда идти не надо, то товарищи будут давать разные комментарии. Где-то будут восхищаться природой, А где-то негодовать. Приятные мелочи, доставляющие удовольствие, гораздо больше, чем должны на самом деле. Три товарища доходят до лодки, на которой можно доплыть до гораздо более диких земель. Помощь же тут им окажет лютый волчара. Не удивлено, что волчар требует бабки, все же надо ему на что-то есть, на что-то пить, на что-то снимать элитных поросячьих проституток. А потому идем назад. В данном случае наши герои должны завалиться на всякие лесочки и полянки, добычный раз позволить мышке-аферисту развести на бабки бедного лиса. Можно, кстати, попробовать попросить помощи у товарища, но мышь настыден и верит пятерке еврейских правил. Моя другая, я представляю фореста в земле в севере. У нас есть очень близко к своему сердцу, и я уверен, что он... Пожалуйста, отправляйте мне твои интростики. Я не делаю в промежутках. Я делаю в тяжелых денег. Но... но... Я не думаю, что вы понимаете, как важен это для Риф. И я не люблю видеть Риф нечастливый. Риф нечастливый. Кажется, я таки нашел свое тотемное животное. Короче, не будем более ломать комедию и просто отдадим мышке огромный драгоценок листал из шахты в обмен на мааааленькое боссаное золотое колечко. Ну и волк спокойно соглашается на переправу, а пред нами совершенно внезапно открываются разные интересные сюжеты и моментики. Например, волчар рассказывает, что кольцо принадлежит волчьему капитану. А раз кольцо было найдено у кабанов, то значит быть в войне, ибо кабаны и волки, скорее всего, соглючили очень жуткий военный альянс. Плюс он проясняет заразные волчьи племена, и что самое опасное является племя темного когтя, которое, ну, просто жрут всех других животных. Да и вообще, сейчас ребята отправляются на северный остров, а место это само по себе опасное. Много неких заброшенных строений и разных неприятностей. А потом у волка внезапно сгорает пунч. Походу, этот моряк не понаслышке знаком с неким вором-енотиком. Видимо, полосатый, реально опасный реки Тир. В любом случае, ребята на месте. Остров данный большой, но мест для эксплодинга не очень. Я бы даже сказал, что на данном острове третья часть игры пройдет гораздо быстрее. Так, а теперь внимание, заранее предупреждаю. Далее будет пикантный контент. Полуголая волчица водопад. Ох, ё-моё, как я ещё до этого нашёл. Где я свернул не туда? На стримах? На Майнкрафт? На урожайске? На вангерах? На покупке игрового макбука? Я не знаю. Чел, я кайф от водопадных струй ловил, а как ты тут свои страсти призрался? Короче, нам посылают ребят в две весёлые казахские буквы. Следом, ребята идут к огромной дамбе, сделанной ещё в эпоху людей с самими людьми. Красиво. Достаточно интересно, что мы хотя бы что-то увидели из следов, доказывающих человеческое присутствие. На этом моменте наша мохнатая дружина начала немного тильтовать. Мы не имеем в виду, где мы идём. Мы просто должны верить нашим инстинктам. Мы на правом трейле. Я могу чувствовать. Но мы должны продолжать смотреть. После этого, мы не можем ожидать, что кретинцы пришли к нам. Разумеется, Лис подобно кретину, которым он и является, накаркал и даже напоследок произвёл интеллектуальный мув, достойный уровня Сунь-Вынь Искусства Войны. Я имею в виду планирую. Осторожно! Я здесь призываю, что вы все мои преступники. Блин, чел, ты такой умный, ты такой гениальный. Ты, наверное, прям вот читаешь Пелевина, да? Мы не можем ожидать, что они приедут к нам, а? Ну, сюрприз, сюрприз. Мы могли бы проработать за дни, после того, чтобы найти Кэмп Хантеров Д'Арк-Клау. Но, вероятно, здесь мы. Ага. Мы сидим здесь в каиде, притягиваемся по-другому глупых волков, которые держат нас живыми, просто для того, чтобы убить нас позже. Да, я чувствую реально счастливым. Ну, даже слов подобрать, не могу, да, произвести восторг. Приятно, когда главный герой не убер-разумист, как какой-нибудь Гордон из Халфы, или ехидный циничный авантюрист, как чувак из Постола, и даже не косипоший с Готики, нет. По-настоящему приятно, когда тебе дают поиграть за... И тут, внимание, я сейчас открою вам новый типаж персонажей. Приятно, когда тебе дают поиграть за шлюпердяя. Персонажей, которые продвигаются по сюжету, не благодаря своим умственным способностям, а вот потому что... Следом происходит знакомство с главволком, того самого кровожадного племени Тёмного Когтя. Спойлер, челик не очень положительный. Он чутка поруфлил и ливнул, оставив Роботяк в раздумьях. Однако, следом подошел кое-кто другой. Да, это тот самый енотик-негодяйчик, который по факту является лидером волчьего племени Шок. Да, Систем Шок, когда этот ролик все-таки выйдет. Зовут его Чета. Чет не верится. Именно он украл сферу и имеет на нее грандиозные планы. Однако, его планы такие грандиозные, ибо он о функции сферы штормов знает немного больше, чем остальные звери. Что? Это правда. Вы можете представить? Из его слов, я делаю вывод, что сфера по сути является интерфейсом для некого погодного аппарата, который сотворили люди. Да, он может контролировать погоду, устраивать штормы, снегопады и т.д. С его помощью, енотик Чета... С его помощью, енотик Чета задумал... С его помощью, енотик Чета планирует объединить все звериные племена и устроить единое государство, а всех несогласных сгноить плохой погодой. Вот такие пироги, Ребзя. Злодей Чета... Злодей оказывается не просто енотик-ворюга, а самый настоящий шизоид-космополит. Благо, из его плена, ребят, освобождает та самая водопадная волчица Шаала. Кстати, сейчас можем лицезреть лагерь волков, и честно, это самое жуткое место за всю игру. Кости, труп барана, кожа какого-то бедолаги на стене. Это буквально общество каннибалов, жрущих разумных существ. И тут я как бы хочу напомнить, что игра-то изначально была в целом более жесткой, с эротикой, трупами, жестокостью, но издатель дал по башке. А потому данный лагерь единственное жуткое место. Ну ничего, зато потом разрабы, как бы меня нет рта, чтобы кричать, как оторвались. Ладно, давайте хоть какой-то сувенир заберем отсюда напоследок в плату за плохо проведенное здесь время. Трио Беброчек далее путешествует по данному острову и думает, что делать дальше. Неожиданно перед глазами предстает забытая людская база. Звери видят всякие странные для себя технологии и банально не понимают, что тут что представляет. Для них это буквально диковинка. Однако же сразу подмечаются два места, в которых может быть что-то интересное. Это гараж с ржавой дверью и некое здание, в которое можно зайти только предъявив карточку. Кстати, да, тут есть электричество, которое спустя сотни лет еще не иссякло. Видимо, так дамба позволяет манить электричество. И нет, дамба до сих пор не вышла из строя. Любопытно на самом деле. Карточку находим и даже подбираем, а вот дверку можно открыть только маслом, которое мы... Ох, только не говорите, что мы... Опять этот мышь-аферист. Короче, Лист делает финальный финт ушами и решает обменять дорогущий человеческий артефакт взамен на масляную лампу. Продолжение следует. Это всего лишь три кредита. Ну, мои друзья, это выглядит, как мы не можем делать здесь. К сожалению, мы ничего не имеем в качестве, кроме нашего хрень. Хрень? Упс! Я сказал хрень? Поговори. Мы действительно не имеем прайс-процентную статуэтку, в том, что мы верим, что мы верим, чтобы мы речь beyond our wildest dreams. Поговори, что я сказал что-то. Пайс-процентную статуэтку? Речь? Да. У мыши аж дар речи от такого теряется. Я вот ща не понял. Это они, типа, обманули мыши? Или что? Или это в чем ход конем? В чем был акт красноречия произведения? Ай, ладно, забейте. Возможно, я просто не башковитый. На людской базе лис взламывает гараж. Лутает всякое, и с помощью карточки проникает вглубь людской базы. Хз, в каком году происходит данное действие, но выглядит все достаточно футалистично. Походу, люди исчезли где-то в году это... к 2005? Нет, это женщина. Тут лутается некий треугольник, который вроде пультик. Норм. Вообще, то, что я сейчас делаю, никак ничем не объясняется, может показаться, что мы должны тут найти нечто более ценно-интересное, но на деле нет. Тут мы находим пультик. Потом идем в сторону дамбы, дабы на вершине в домике найти часы с батарейками. Батарейки идеально подходят для пультика, а звери даже удивляются красотой строений человеческих. И тут, честно, я скажу, что обратился к прохождению из интернета, ибо вообще, вот, был без понятия, куда идти. Я облазил все места, потыкался во все щели, правда, не потыкался в водопад, за которым было логово той самой волчицы Шиалы. Вот в нее мы потыкаем сейчас. Это должно быть, где Шиала живет. Великолепно. Кто бы никогда думал, что здесь смотрит? Здравствуйте, ребятки. Шиала рассказывает всякие интересные вещи, а именно то, что она была членом темного когтя, пока там к власти не пришел Гар, который убил всю оппозицию, включая ее родителей, и теперь она живет отдельно от всех. Да-да-да-да-да. Интересно, далеко не это, а то, что вождь Гар тупой, как валенок, который непонятно, как привел племя к успеху, сделал предположение, что случилось это лишь благодаря хитрому еноту Чоти. Да. Случилось это лишь благодаря хитрому еноту Чоти, которую волчары принимают за духа. Ты знаешь ничего о ракуне? Есть румы, что в лесу что-то злого духа который взял форму ракуна. Злого духа? Ба! Мы не верим в духа. И ты не веришь в жизнь? Всего духа только духа который взял форму. Некоторые для хорошего, но некоторые для хитрого. Но ты никогда не видел этого ракуна. Я не видел. Но я не должен видеть его, чтобы чувствовать его присутствие. Что-то хитрое есть. Я знаю. Да, волки, конечно, есть суеверные, раз появились на такую абсолютно кретинскую ловку. Выходит, такой енот к волкам говорит, уууу, я лесной божок. Они такие, мы сделаем все, что вы скажете, умудрый хозяин. Шиза племя каких-то уфочек корнеплодов, короче. Ну да. Ладно, плюс прохладно. Используем пультик на закрытой двери, которую волчица за кусок скалы приняла и потихонечку оказываемся в тайном помещении. Место это оказывается внутренностями дамбы и по сей день генерирующие электричество. Видимо, поэтому всякие сферы и работают, которые по сути являются удаленными интерфейсами более лютых и крупных компьютеров на Балдженосе. Тут, кстати, оказывается логово еноточек, который, кстати, очень хорошо устроился. Он тут даже древнее пивко попивает. Вау. Вот, прошу, вот ты попался, падла полосатая. Так, ща будет развязка истории. Давайте вы ее посмотрите, а потом мы ее обсудим, ладно? Поехали! Поехали! и у меня есть орб! Почему ты... дай мне этот орб! Поехали! 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 Сейчас, брат, готовь к встрече твоему дугу! Поехали! Ты боролись как пять воориори, да? Поехали другие четыре не появились! Ха-ха! Дай мне этот орб! Я думаю, нет. Ты еще не устал? Я думаю, это все для орбов. Я думаю, что они будут делать с нами. И в этот момент я примерно у меня был в силах. Орбов, орбов, и волков, и волков. Только одна вещь осталась, которая мне нужна. Поехали! Поехали! Да, вы все увидели правильно. Енот Чота был затроллен до смерти, но вместе с собой он забрал сферу, и наше трио ребят оказалось буквально без ничего. Как же ребята будут оправдываться? Что скажут народу, а что народ скажет в ответ? Орбов! Рыбов! Рыбов! Орбов! Рыбов! 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 Орбов! Орбов! Добавляя двух этих методов, мы сможем читать сезоны для себя. Мы не нуждаемся в орбе. Мы не нуждаемся в любом орбе. Мы имеем сердца. Мы имеем сознание. Мы имеем морфы. Доброе утро. Теперь, давайте праздновать этот день. Но где... Рида! О, Риф, ты в безопасности. Я очень боюсь о тебе. О, мне? Ты в порядке? Они тебя уничтожили? Нет, я в порядке. Теперь. Давай, давайте нас присоединиться в партии и праздновать. Капитан Ох, Капитан Иа. Да, давай, Риф, ты в херро. О, я не в херро. Я просто... 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 что? Я просто... не хочу ничего, что случилось с тобой. Я знаю. Это почему ты мой херро. Я не могу иметь голодный метал для тебя, но... Эээ... Но? Как ловко этот лист всё завернул, да? Да нам сфера не нужна! Мы будем смотреть на звёзды из айпси мудрых крысюков! Девочку свою спас! Виновного чёту наказали! Вроде бы максимальный хэппи-энд, но я напоминаю вам, что главный герой шлёпердяй, а потому... Унит функционер. Драй период из актив. Приоритий реквест. Сет дейт, порэндинг драй период. Унит ауэйтинг импут. Ауэйтинг импут. Ауэйтинг импут. А потому потерянная сфера настроила погоду на заскук, которая не окончится, пока её не отключат через эту сферу вручную, так что лис по имени Риф всё максимально заруинил! По смыслу, концовка является лютейшим клиффхендгером и заделом на будущие части. Но игра продалась не очень, а потому в этой сказочке конец, но на деле ещё не конец. После выпуска иных игр, которые не окупились, слышь, так себе заработали денег, студия закрылась. Некоторые разрабы выкупили права на игру и решили заделать продолжение истории. Сначала в виде беп-комикса, который выходит по сей день, 2023 год, сейчас происходит, а потом начали сбор на новую часть игры через кикстартер. Даже выпустили демо альфа-сценки, дабы, ну, примерно дать понять, что будет, если ему дадут денег побольше. Игрочные кикстартеры никто не проявил интерес, а то самое богатое знаменитое фури-сообщество, скорее всего, даже не обратило внимания на данную игру. Но неудивительно, ведь тут нет озабоченных генеративных персонажей, ректально-передельной шуток и намёков на Мэри Гейраунд, а потому со самбо вам, а не продолжение игры. И это, по-моему, максимально честному мнению очень печально. Игра хороша, обладает юморком, интересным сюжетом и харизматичными персонажами, включая нашу тройку героев. У игры нет какой-то упер-многослойной сюжетки с тройным домом и постмодерном под подушкой, но чёрт побери, она приятна глазу, ушкам и мозгам. Сохранилась она очень хорошо, а потом мужичок не сворачивается в бычий узел от игры. А шуточки тут какие, ох. Оценочки я обычно ставить не люблю, а потом просто скажу годненько. Один из немногих случаев, когда игрушка про зверушек создана для нормальных ребят, а не для дегенератов с обгаженными подгузниками. И это был Внаследство земельку в поисках сферы. Надеюсь, видосик вам понравился, а если не понравился, то ляпопа мне в гузно. Следующий ролик будет скоро, я уверен, что он будет по ещё более интересной игре. Ха, ха, ну ладно. Ну ладно, и как всегда. Спасибо за просмотр зрилам, спасибо за лайк под роликом и подписку на всякие мои соцсети зрилам более пропатченным. А гоблином меценатам с бусти отдельный плотный спасибо от меня. А на сегодня всё, мои дорогие друзья. До скорых встреч, писюн до плеч, я Григорий Ежелечь. Заплатила и стала у порога, а воин сев на чёрного коня. Промолвил тихо, далека дорога, но я вернусь, не забывай меня. Минуя поражения и беды, рабой войны судьба его ввела. И вот однажды, час большой победы, его пронзила острая стрела. Средь боевых друзей, их ваш недавний, он умирал, не веруя в беду. И кто-то высек на могильном камне слова, произнесённые в бреду. Черта полохам поросла могила, забытых прежних воинов взяла. А девушка сперва о нём забыла, потом застарилась и умерла. Но в сером камне, выбитые строго, на склоне ослепительного дня, Горят слова, пусть далека дорога, но я вернусь, не забывай меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА